Армадзан, поздравляю с победой. Расскажи, пожалуйста, насколько доволен своим выступлением сегодня? За это время были ли предложения от других лиг, другие варианты выступления? Были очень много разных вариантов. На самом деле, несколько вариантов было. Но как-то не знаю, чуть-чуть надо было в себя прийти, чуть-чуть в себя разобраться. Много моментов было в жизни. Ну, самое главное, я с этим справился. А что-то было такое, что сейчас, можно сказать, жалеете, что отказались от предложения? Не, на самом деле, у меня не бывает такого, что то, что я не сделал, что я жалею. Значит, так и сложно было. Конечно, разные моменты были, где я мог бы лучше стать, больше заработать, как бы, больше себя показать. Ну, где я должен быть, там я сейчас хожусь. Вызов Александру Шеменко. Вот в этой лиге насколько вероятно его появление? Вот вы знаете, никогда в жизни никогда никого не вызывал на бой. Такого нет у меня. Это любой знает. Я как бы стараюсь старым своим правом придерживаться. Я просто пригласил этого парня в эту лигу. Я не говорю, что со мной выступает. Я просто пригласил. А там дальше посмотрим, что как. Я не думаю, что даже если со мной он выступит, это будет минусом. И не мне, и не ему. Я думаю, что здесь этот парень больше заработает, больше успеха будет. Поэтому на этой нотке, как вы говорили. Ну, поскольку Шеменко сейчас активно и так там находится в состоянии своей карьеры, вот я часто у промоутеров спрашивал, ну, какие бои можно предложить. Ну, и всегда это упоминало вашу фамилию. Ну, а вот, допустим, из РССИ или с другой организации, вот конкретное предложение по поединку Шеменко поступали? В РССИ, честно сказать, именно Шеменко не было предложения. Было предложение на выступить на 77 килограмм. Ну, я реально, я сказал, я не смогу на это исконять. То есть я и не хочу. У меня с этим весовой категорией чуть-чуть не учил воспоминания. Я хочу в свой родной осень шире вернуться. Вот, говорил о том, что надо было разобраться в себе. Это было в большей степени из-за поражения в UFC или еще что-то случилось? Это вы знаете, это и поражение, и том, что как бы ты в последнем бою с травмой выступил, чтобы лига не постравала, чтобы бой не слетел. Я с серьезным травмой выступил, проиграл. Было обидно, что я относился к ним хорошо, а меня уволили. Чуть вот этот момент тоже обидно было, но, в принципе, это все легко, как бы переносимо. Я это перенес, проблем нету. Ну, как бы на этой ноте все было. Я правильно понял, вы пошли ли в UFC на встречу, а на нет? Да, получается, да, я как бы не хотел, чтобы бой срался, я не хотел, чтобы страдала организация. Я пошел на встречу, я выступил с травмой, а UFC меня уволили, получается. Ну, значит, так должно было быть. Еще возвращаясь к Шельменко, а вот приглашение его в ACA связано ли с тем, что у вас как-то давно не состоялся финал? Нет такого, честно сказать. Можно сказать, что этот финал как-то были много причин, там, Рамадан месяц, там, у меня травма была. Отчасти можно сказать, у меня какая-то травма, вот так, вот так. Потому что и потом я уже UFC перешел. Это не связано, просто мы с ним, можно сказать, первоходцы, и интересно было бы здесь его видеть. А за соперником Джеком Маддаленой следите сейчас, видите его успехи? Да-да-да, я с ним постоянно на связи, очень достойный, хороший парень. Я думаю, у него есть все шансы стать чемпионом. Он очень техничный, очень достойный, умный, можно сказать, у него много плюсов, такой безличный, серьезный парень. Мы постоянно переписываемся, поздравляем друг друга с боями, желаем удачи. К нему у меня очень хорошее отношение, я ему желаю только удачи. А вот сейчас про Васильева говорили, не знали об этом парне, и он показал, ну, хороший конкретный бой. А вот на тот момент, когда Маддалена, о нем было ли что-то известно, и вот какие вот в клетке были ощущения, это будущее у парня уже сразу там виделось или нет? Честно скажу, будущее, понятно, было, когда у меня, в принципе, у меня разрыв... Разрывся? Этих, блин, как это называется? Межребельных мышц было у меня, разрыв мышц был у меня. Я дышать даже мог, я не выходил еще на бой. И я не знаю, но у него это его манера была, он с корпуса всегда работал. Он, можно сказать, попадал туда мне, и больно, и больно было, и после конца он еще печень попал. С этого момента я понял, что у него большое будущее, потому что он мог со мной справиться легко, хоть травма, не травма, но он смог справиться. В этом моменте понятно, что у него большое будущее. Ну, мне трудно еще не предположить, что вы приходите в Лигу сюда не для того, чтобы в перспективе подраться за пояс, а какое впечатление вас производит Магомед Расул Гасанов? Магомед Расул Гасанов – это, можно сказать, мой младший брат. Мы с его, как он начал карьеру, мы с ним выступали за Кургорец. Очень много я ему помогал, он мне помогал. Можно сказать, я на то время был уже как бы в топах, там, тут. Я уверенно могу сказать, что от меня он очень многое набрал. Это мне очень приятно, что этот парень достойно себя ведет, достойно выигрывает. Он один из достойнейших горцев, я только желаю ему удачи. Мы с ним дружим, мы дружим, как два хороших друга, так что только уважение к этому парню. Я не хочу давить свое мнение, но меня производит Гасанов впечатление человека, которого в мире никто не победит. А у вас какое? Этот парень, я вам скажу, этот парень просто, он эталон, который ничего личного не будет делать. Он будет только следовать своей цели, он будет пахать. И я уверен, если он также будет придерживаться этой цели, он будет таким. Он и есть, и будет таким. Спасибо большое. Еще раз победы. Удачи вам. Спасибо.